Слова. Слова, просто слова. Забавно слушать, как один политик обвиняет другого политика в пустословии. Обычно говорят, что слова ничего не значат. Но если слова ничего не значат, то предыдущее предложение не может существовать. Бог сотворил вселенную своим словом. Второе послание Петра, 3 глава, 5 стих. Он спас мир своим словом. Первое послание Петра, 1 глава, 23 стих. Он держит все вместе своим словом. Послание к евреям, 1 глава, 3 стих. Слова исцеляют. Слова освобождают. Они утешают, ободряют и дают надежду. Ученики остались с Иисусом из-за Его слов. Евангелие от Иоанна, 6 глава, 68 стих. Знаменитое утверждение в Евангелии от Матфея, 4 глава, 4 стих, часто изменяли к значению. Человек будет жить не только словами от Бога, но всяким куском хлеба, который он сможет засунуть себе в рот. Настоящий голод может быть приглушен материально, но никогда не может быть удовлетворен без слова Божьего. Библия говорит, что однажды на земле будет голод. Люди будут скитаться от моря к морю в поисках слов, но не найдут их. Книга Амоса, 8 глава, 11-12 стихи. В горькой агонии они будут искать удовлетворение своему голоду, но этого так и не произойдет. Они поймут, что всякое слово в аду будет забрано у них. Нет больше разговоров, лекций, извинений, обвинений. Слова важны. Их следует ценить больше, нежели наш насущный хлеб. Они вожделение золота и даже множество золота чистого, слаще меда и капель сота. Псалом, 18-й, 11-й стих. Пастор Матти.